Приветствую вас, поскольку ваш вопрос звучит совершенно однозначно, то я могу сказать следующее, что бороться с одиночеством не нужно, а чувство одиночества нужно раскрыть, чувство одиночества нужно позволить пройти через вас, то есть позволить себе прочувствовать его, почему же вы чувствуете себя одинокой. И, исходя из этого, наметить себе, ну какой-то вот план действий, что вы, например, будете делать для того, чтобы перестать чувствовать себя одинокой. Как правило, одинокими чувствуют себя люди, которым некомфортно с самим собой, которым некомфортно если угодно наедине с самим собой. И, таким образом, не сложно увидеть, что первое, на что стоит обратить внимание, это на обретение гармонии внутри вас. То есть, чтобы вы чувствовали внутри себя эту самую гармонию и чтобы вы не нуждались так остро, как это происходит сейчас в других людях. Вот так, сейчас вы прямо очень сильно нуждаетесь в других людях. Настолько сильно нуждаетесь, что вы хотите даже с этим бороться. Хотя, бороться с этим, как я уже сказал, не нужно. Вот. Далее. 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 Ага. Следующее, что необходимо понять. Это, пожалуй, тот факт, что любая борьба, которая, ну, возникает, да, то есть, если вы говорите, что я хочу бороться, как бороться. Вот. Вот. Любая борьба приводит к тому лишь только, что чувства внутри вас подавляются. Любая борьба приводит к тому, что любая борьба приводит к тому, что вы начинаете думать, начинаете считать, что ваши чувства недостойны. То есть, если за одиночеством ваши здесь и сейчас скрывает, к примеру, потребность в том, чтобы обрести себя, потребность в том, чтобы реализовывать себя. Если потребность в одиночестве, если одиночество сейчас для вас это, по сути, крик вашего, значит, подсознания о том, что вы слишком много внимания уделяете другим людям и слишком мало внимания уделяете себе, то, идя по пути подавления этого, вы вряд ли придете когда-либо внутреннюю гармонию. И, соответственно, вряд ли вы сможете адекватно выстраивать отношения, что критично с другими людьми. Так, чтобы вам было хорошо, так, чтобы вам было комфортно, так, чтобы это приносило вам какую-то радость. Вот. То есть, пока что на данный момент, да, можно говорить о том, что вы себя склонны принижать, вы себя склонны обесценивать. Что является совершенно неприемлемым для человека. Ну, если вы идете по пути любви к себе, принятия себя и так далее. Кстати, себя вы, на мой взгляд, так же не принимаете. То есть, принятием себя у вас есть, вероятно, проблемы. Именно потому, что вы себя не принимаете. Именно потому, что вы в себе что-то отвергаете. Именно потому, что вы в себе отрицаете что-то. Вот. А именно по этой причине вы испытываете постоянную потребность в людях, которые должны, я именно так это говорю, да, должны, которые должны, должны дать вам то, чем вы не стали. А это, к сожалению, прямой путь к деструкции в отношениях. Это, к сожалению, прямой путь в никуда. Потому, что отношения не строят на созависимость. И получается такой вот парадокс. Что с одной стороны отношения вы хотите, и с одной стороны в отношениях вы нуждаетесь, в людях других вы нуждаются, и это нормально, что человек нуждается в других людях. Но с другой стороны, с другой стороны, вести себя в отношениях с этими людьми нужно адекватно. Вот. В том смысле, в том смысле адекватно, что не перегибать палку. Вот. А вы, судя по тому, что, значит, ну, судя по тому, что вы пишите, да, вы эту палку перегибаете. И именно по этой причине, именно по этой причине, вам и тяжело. То есть, естественная потребность, естественные потребности у вас есть, естественные потребности, они есть и должны быть у вас. Вот. Но вы им, как бы, не даете развоз. Вы им не даете правильной формы, вы им не даете, ну, позитивной формы, да, конструктивной формы. Вот. Из-за этого вам так тяжело, из-за этого вы не можете найти гармонию в себе, и из-за этого вы страдаете от одиночества. Вот. Ну, понятно, что здесь ещё есть, эм, такой момент, что вам, вам, вероятно, кажется, кажется, что вы недостойны, вам, вероятно, кажется, что, ну, что вы хуже. Вот. И именно это ощущение недостойности, именно это ощущение принижения себя, оно и ведёт вас к одиночеству. Чем больше вы пытаетесь бежать от него к другим людям, тем больше оно, это самое одиночество вас завлекает. Вот. Поэтому, раскрыть свои чувства, в первую очередь раскрыть свои чувства, необходимо. Позволить своим чувствам выражаться свободно, именно свободно, да, вот, не бояться этого, не бояться свободного выражения своих чувств. Вот. И дальше уже понарастаешь и смотреть, эм, кто, как и почему убедил вас в том, что вы недостойны, почему у вас, эээ, по отношению к себе знак минус. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Всё можно скорректировать, всё можно проработать, всё можно исправить. Главное, будем давать за желание и терпение. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.